Подумайте, какая слабость! Взять так и прямо влюбиться в женщину. Не знаю, никогда не мог этого понять. Да, вот тебе выдержка, мужская твердость. Всем привет, с вами InformTV. Ольга Артуровна Викланд осталась в памяти многих как талантливая театральная актриса. Но в кинематографе она тоже сыграла, хоть и несколько ролей второго плана. При этом они были исполнены безупречно, чем и покорили зрителей. Ее героини – это Мачеха в 12 месяцах, Атаманша в Снежной Королеве и Баба Бабариха в сказке о царе Салтане. В отличие от своих персонажей, отличающихся суровостью, Ольга была веселой, жизнерадостной и готовой всегда прийти на помощь друзьям. Коллеги и поклонники восхищались актрисой, а мужчины никогда не обделяли ее своим вниманием. Викланд дважды выходила замуж, но, к сожалению, старость провела в одиночестве. С раннего детства Ольга имела незаурядные артистические способности. Это и определило будущую профессию. После школы девушка поступила в театральный. Во время учебы в будущую актрису влюбился ее преподаватель и наставник Василий Иванин, известный в театральных кругах своей режиссерской деятельностью. Мужчина был старше девушки на 13 лет, но разница в возрасте не стала преградой для сильных чувств. Через некоторое время влюбленные поженились. По окончании учебы Викланд вместе с мужем трудились в театре имени Моссовета. Совместная работа была продуктивной, но в личной жизни было не все гладко. Проблемой в отношениях стали постоянные измены мужа. Ванин клялся в любви к жене, боялся ее потерять, но и отказаться от развлечений не был готов. В военное время театр, где работали супруги, эвакуировали в Казахстан. Здесь Ольга и познакомилась со своим будущим вторым мужем. Это был ссыльный актер Михаил Названов, с которым у актрисы поначалу были лишь рабочие отношения. Но спустя время молодые люди поняли, они не могут друг без друга. Викланд решилась на развод. Позже Ольга вернулась назад, в столицу, но Названову въезд в Москву был запрещен. Несколько лет пара жила лишь письмами и надеждами на счастливую семейную жизнь, после чего актеру наконец удалось получить право на проживание в столице. Ванину было нелегко осознать, что его брак распался. Но со временем он даже подружился с Названовым, так как им приходилось много работать вместе. Когда же Ольга с Михаилом лишились жилья, Ванин пригласил их пожить у него дома. Квартира была просторной, и пара приняла предложение. Когда Василия Ванина не стало, в театре появился новый режиссер. Он значительно урезал репертуар Ольги. Теперь она играла только малозначительные роли. Но женщина не опускала руки. Она согласилась с новыми условиями. Кроме того, в то время немного снималась в кино. Еще через 13 лет умер и Названов. Ольга еще некоторое время выступала, но когда ей начали предлагать пару незначительных ролей в месяц, она решила уйти из театра. Отгородившись от всего мира, она общалась только с близкими, из которых у нее остались лишь сестра с мужем и их дети. Своих же детей у актрисы не было. Прожив яркую и временами непростую жизнь, народная артистка Ольга Викланд скончалась в возрасте 84 лет. А вы помните ее прекрасную героинь, мачеху и атаманшу? Пишите в комментариях ваши самые любимые роли. Если вам нравится эта актриса, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!